Депутаты Кунгура рассмотрели бюджетные вопросы в онлайн-формате. Вернуться к работе по видеоконференц-связи вынуждает эпидемиологическая обстановка. В повестке заседания Комитета по бюджету и налоговой политике ряд вопросов, так или иначе связанных с финансами города. Жизнь вносит свои коррективы, и бюджет текущего года также нуждается в корректировке. Увеличены субсидии на строительство ДАМ на 10 млн 639 тысяч рублей. Уменьшены субвенции на оздоровление и отдых детей 2 млн 700. Выделены транспорты на организацию бесплатного горячего питания, обучающейся, в сумме 18,4 млн рублей. Выделены транспорты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам в сумме 9,2 млн рублей. И выделены транспорты на реализацию мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения в сумме 374 тысячи рублей. А также увеличены доходы в 2021 году на 454 млн рублей и в 2022 году на 173 млн рублей. Эти внушительные суммы пойдут на строительство новой школы, подготовка к которому началась в текущем году. Идет процесс подготовки и к принятию бюджета следующего года. Депутатам предлагается рассмотреть бюджет Пермского края, в котором содержатся средства для нашего города. В бюджете Пермского края для муниципального образования город Кунгуру общий объем межбюджетных трансфертов на 2021 год предусмотрен в размере 1,350 млрд рублей, на 2022 год 2,229 млрд рублей, на 2023 год 1,740 млрд. Эти деньги будут направлены на расселение граждан из аварийного жилья, реконструкцию дамп, ремонт дорог и другие важные цели. Депутаты интересуются, заложены ли средства в краевом бюджете на ремонт гостиного двора. Информацию обещают уточнить к пленарному заседанию Дома. Еще один вопрос, вызвавший активное обсуждение рассмотрения обращения водоканала. Предприятие попросило освободить его от уплаты 20% прибыли за 2019 год в бюджет из-за сложной финансовой ситуации. В случае принятия решения в бюджет не поступит около 150 тысяч рублей. Я бы хотел, чтобы вы более внимательно и дотошно относитесь к этому вопросу, поскольку наше предприятие, водоканал, единственное предприятие, которое является градообразующим, можно сказать, и количество работников, там около 300 человек. Поэтому те суммы платежей, которые не попадут в бюджет, в доходную часть, никоим образом не повлияют концептуально на доходную часть. Давайте работать с другой стороны. До этого были предыдущие опросы, там работать с дебиторской задворностью, собирать налогов. Давайте наше предприятие сохраним. Пойдем на встречу, сделаем ставку ноль в этом году. Взвесився за и против, народные избранники рекомендуют Думе пойти навстречу муниципальному предприятию. Окончательное решение будет принято на пленарном заседании, которое, скорее всего, также пройдет в режиме онлайн.